Добрый вечер! Вот и подходит к концу зачетная сессия, а впереди студенту ждут непростые экзамены. Но мы предлагаем вам отвлечься и посмотреть новый выпуск Универньюз. Сегодня в программе. О науке и дальнейшем сотрудничестве поговорили на встрече с делегацией Университета имени Иштвана Сечени. В деревне универсиады прошел забег, приуроченный к Международному дню отказа от табака. Студенты КФУ познакомились со спортивным туризмом. Казанский федеральный университет посетила делегацию Университета имени Иштвана Сечени. Основной целью визита стало дальнейшее сотрудничество в научной и образовательной сфере. 1 июня Казанский федеральный университет посетила делегацию Университета имени Иштвана Сечени. В ее составе проректор по международным связям Ласта Имеря Камлоши и профессор русского языка Иштван Бакони. В ходе встреч обсуждали самые значимые вопросы, в том числе и вопрос дальнейшего взаимодействия Казанского федерального и Университета имени Иштвана Сечени в научной деятельности. Особый интерес вызвал Институт международных отношений и истории востоковедения. И так они смогли обойти тему, посвященную тому, что русские и венгры тесно связаны своим происхождением. Стоит отметить, что сотрудничество Казанского федерального университета с Венгрией реализуется в научной и образовательной сферах. Таких как участие в научных проектах и мероприятиях, совместные публикации, обучение граждан Венгрии по программам академической мобильности. Делегация университета имени Иштвана Сечени в ходе визита также посетила музей истории КФУ и познакомилась с историей Альма-Матер. Кроме того, гости планируют посетить Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт физики, Химический институт имени Бутлерова и Институт геологии и нефтегазовых технологий. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюс. В Казанском федеральном университете проходит конференция на тему «Финансовая грамотность». В рамках программы прошло обучение и защита итоговых работ. Обучение проводили преподаватели МГУ, дав нашим преподавателям уникальную возможность ознакомиться со своей образовательной программой. Все подробности узнала Аурелия Сташкова. В Казанском федеральном университете проходит конференция на тему «Финансовая грамотность». Республика Татарстан – один из регионов, который стал пилотной площадкой повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации. Образовательная программа стартовала 27 марта и закончилась 21 мая. Она проходила с использованием дистанционных технологий, то есть преподаватели обучались на дистанционной основе с использованием различных образовательных технологий. Аурелия Сташкова, Влад Михневский, Универньюс. 1 июня вся страна отмечает День защиты детей. Этот праздник еще раз напоминает нам о том, что никогда не стоит забывать о тех, кто ежедневно нуждается в помощи. Как подарить счастливое детство, выясняла Аделья Шамилова. Проводить с дочерью целые дни этой заботливой маме приходится часто. Но, к сожалению, не в стенах уютного дома, а в реанимационном отделении Детской Республиканской клинической больницы. Диагноз 17-летней Элины определен как спинальная амиотрофия Верденига Гоффмана. Периодически мы попадаем в реанимацию каждые два месяца, потому что у Элины началось кислородное голодание, кислород недостаточно старой степени. Обязательным составляющим лечения является аппарат ИВЛ. Прибор, основная функция которого заключается в подаче кислорода в легкие и удалении из них углекислого газа. Кому-то ИВЛ нужен на время, пока дело не пойдет на поправку. А далее аппарат можно передать другой семье. В некоторых случаях аппарат искусственной вентиляции легких нужен пожизненно. Первый республиканский пункт проката переносных аппаратов ИВЛ уже открыл свои двери по инициативе российского фонда помощи «Русфонд» и начал свою работу. Сомненно, это самый главный успех, потому что на сегодняшний момент это формирует некий фундамент отношений вообще этих пациентов и системы здравоохранения, позволяя на некотором удалении получать все, что возможно. Реже контактировать с системой – это не значит, что мы плохие. Нет, просто на самом деле мы признаем все, что дома лучше. Находясь здесь, трудно сдержать слез. Но мама не плачет. Элина – оптимистка и маме не дает раскисать. Девушка готова рискнуть жизнью ради возможности увидеть мир, выучиться на переводчика и отправиться в путешествие в Японию. Хочу переводчику дать. Подучи хотелось бы очень японий, любого очка. Еще я смотрю аниме. Я просто хотела бы просить, чтобы больные студии не товарищи. Всегда бороться надо. Элина, годами живущая в больнице, нуждается в домашнем переносном аппарате ИВЛ. Русфонд собирает денежные средства на покупку аппаратов, которые потом передаст в дар больнице. Родители будут обучены правилам использования этой техники дома. А больница сможет использовать освободившиеся палаты для других больных. Цена вопроса составляет 2 миллиона 451 тысячу 386 рублей. Сюда входит переносной аппарат ИВЛ и расходные материалы к нему на один год пребывания в домашних условиях. Но для семьи Элины это неподъемная сумма. Помочь может каждый. Для этого нужно просто отправить смс со словом «дети» на номер 5542 на латинице или кириллице. Стоимость одного смс – 75 рублей. И Элина, наконец-то, вернется домой. Количество смс не ограничено. И, кстати, денежный перевод средств через мобильную связь – не единственный способ помочь Элине. С другими возможными вариантами можно ознакомиться на сайте Русфонда. Напомним, в настоящее время в ДРКБ Татарстана проходит лечение 35 таких пациентов. 14 из них могли бы быть отправлены на домашний стационар. Но стоимость аппарата ИВЛ высока. Обеспечить каждого им крайне сложно. А нуждающихся по-прежнему очень много. Абеля Шемилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Курить в 21 веке не модно. В рамках Дня отказа от табака во многих странах активистами и представителями учреждений здравоохранения проводят различные просветительские, благотворительные и другие мероприятия, призванные просвещать население о вреде никотина и способах отучения от курения. Так, 31 мая в деревне Нерсяды прошел забег, приуроченный к Международному дню отказа от табака. Обо всех подробностях расскажет Аурелия Сташкова. 31 мая прошел Всемирный день отказа от табака. Каждый год огромное количество денег тратится на то, чтобы разъяснить вред курения, разработать новые методы избавления от зависимости и донести до населения уже существующие. Так, при поддержке Роспотребнадзора на территории деревни Универсиады прошел забег с участием спортсменов, приуроченный к Международному дню отказа от табака. О мероприятии нам рассказала заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Ольга Евгеньевна. 31 мая мы празднуем Всемирный день без табака. Этот праздник был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения. В 88-м году на 42-й Всемирной ассамблее здравоохранения. Вот в этом году к нам присоединились Минспорта, Казанский федеральный университет, Поволжская академия спорта и туризма. Перед мировым сообществом была поставлена задача добиться того, чтобы в 21 веке проблема курения исчезла. 21 век наступил, но проблема не исчезла. Борьба с никотином продолжается, но студенты Казанского федерального университета выступают за здоровый образ жизни. Медик-волонтер поделилась своими впечатлениями о забеге. Важно помнить, что здоровый образ жизни – это залог нашей успешной жизни. И актуальна именно сегодня эта тема. Именно поэтому, наверное, я решила принять участие в забеге. Таким образом агитировать других людей, окружающих, тому, что движение – это жизнь. Я вообще, в принципе, люблю бег, человек спорта я. И подумала, почему бы нет, прекрасная погода, все располагается к забегу, в принципе. Поэтому движение – жизнь. Аурелия Сташкова, Влад Михневский, Универ Ньюс. Как вы относитесь к спортивному туризму? Преодолевали ли вы дистанции, проложенные в природной среде? А вот для студентов КФУ нет непреодолимых препятствий, и они справляются с любыми спортивными задачами. В спортивно-оздоровительном комплексе «Добравушка» прошли соревнования по спортивному туризму. В нем приняли участие команды Казанского федерального университета и Набережной Чаунинского филиала. На протяжении двух дней спортсменам пришлось соревноваться в различных дисциплинах. Дистанция пешеходная, велосипедная фигурка, дистанция на воде, велотериал, а также конкурс капитанов. В каждой дисциплине были определены победители. В общем командном зачете первое место занялись спортсмены Набережной Чаунинского института КФУ. Уровень у всех разный, но в принципе все справились, нет таких кто. Кто-то сошел с дистанции, струсил, все прошли достойно. Катерина Бутенкова, Дмитрий Анчиков, Ренат Галлиудинов, Универа Ньюс. На этом у меня все. С вами была Екатерина Басаргина. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok